давненько я не брал руки в шашку и не писал никаких видосиков и не делал обзоров на какие мотоциклы тоже миллион причин но зато у меня все есть повод мы сейчас находимся в дагестане в городе дербент мы проехали уже там больше тысячи километров по дагестану чечне и в нашей группе мотоциклистов есть человек на совершенно необычном мотоцикле это китайский мотоцикл вожж 900 встроенные ряды бмв gs встроился вот такой вот китайский мотоцикл вожж 900 и вот такой китаец на нем едет миллион рублей за китайский мотоцикл точно название его я найду там в интернете и когда буду делать подсъемку я вставлю сюда вот так же как и все видосики мотоцикла тоже сниму и вставлю сюда а сейчас у меня собственно владелец этого мотоцикла константин привет я буду задавать буду вопросы дурацкие он будет на них надеюсь отвечать соответственно мы получим вид на мотоцикл со стороны самого обычного мотоциклиста не тот который там обзорщик или там который журналист который будет искать какие-то баги или сравнить этот мотоцикл с бмв и говорит увидите как вы можете на таком ездить а это вот обычный человек который купил себе ездит на нем и в общем то выглядит вполне довольным и так константин первый вопрос как вы дошли до жизни такой я пять лет отъездил на 750 гусенки мне очень нравится форм-фактор хотелось вот примерно то же самое но чуть помощнее больше помощнее без малого на 20 момент тоже побольше вот при том же базовом движке и прочих основных элементов конструкции вот подвески которые позволят немножко побольше съезжать с асфальтом на 650 гусенок совсем кроссовер а вот забегая вперед тоже совсем кроссовер вот но с точки зрения характеристик написанных на сайте которые конечно еще все менялись в процессе заказов ожиданий и прочего мало точной информации тем не менее хотелось вот немножко немножко мотоцикл по способнее к грунтовке чтобы спокойно себя на ней чувствовать вот примерно вот мы проехали по грунтам но там не буду говорить сотни километров мы проехали какое-то количество по грунтам и вот давай тогда уж радужно начали про внедорожное качество воде я тут еще ездящих по грунтам поэтому сравнивать мне сложно я на своем гусенки ездил не так много но в целом скажу что ожидание скорее оправдались потому что подвеска все-таки длинноходнее ее можно под настраивать под асфальт под грунт и что юг что но там не лиза клические там не ручки регулировки все ручками сзади преднатяг и отбой и спереди преднатяг отбой и сжатие вот опять же ты совершенно прав я не непрофессиональный обзорщик или что-то такое вот как могу так регулирую это на самом деле чувствуется вот на 750 сзади меня было полуактивная подрезка электронный вот но опять же поскольку в основном регулирует преднатяг повернуть большую рукояточку нет проблем спереди я поставил великолепные золотистые крутилочки для преднатяг нормально мне с моими габаритами вам несколько 73 роста он чуть-чуть наверно великого вот и вообще вот у этой платформы вес известная история он сверху не то что больших гусей вот но с моим малым опытом вроде бы проехал вместе с гусеводами нормально конечно же пару раз прилег кость как ты чуть-чуть грязный немного прилег но ничего ничего с мотиком все норм да ну и ладно практически все прилегли разик-другой вот так что точки зрения внедорожных качеств меня устраивает кто не падал тот не ездил в данном случае на ваше ясно слушай а вообще у тебя сколько стаж езды у меня очень рваный стаж не начал совсем вообще каком-то детстве-детстве ну типа чертеж и все приходят основной да вот а так я ездил отъездил сезон на 600 бандите потом сезон на наверно 1600 вулкане и вот все это было очень нирваны и вот лет пять назад я вернулся собственно купил в тоже буквально в первый год его первые месяцы его появления 750 гусенка и вот на нем пять сезонов отъездил я не езжу практически по городу я раз-два в год выезжаю на какой-то дальняк еще может быть там три-четыре раза по выходным куда-то в окрестностях ну вот ты такой типичный мотоциклист поэтому я говорю что мне интересно мнение человека который не специально покупает мотоцикла чтобы их унизить или наоборот восхвалить мне нравится мне нравится странно слышать это человека купившего китайский мотоцикл что ему нравится мне нравится в группе ладжа конечно куча особенно те кто мотоцикл еще не получил ждет там проблем с поставками как со всем китайским шуму известно проблем с платежами вот с логистикой свежей появившейся в месяц-другой назад вот и конечно очень много придирок каким-то мелочам эти мелочи есть слов я например паршиво очень странно работает датчик остатка бензина вот скачками и внезапно переходит к тому что он кончился у меня на 2 и 3 заправки проблема прошла работает адекватно предсказуемо я даже не знаю что еще а сколько общий пробег на сегодня сейчас под 2 наверное 200 только только прошли обкатку и выехали да ну я прошел обкатку и сделал то перед отъездом собственно нулевое сменил масло вот и сейчас да где-то тысячу наверно слышно вот за все время вот этого нашего достаточно автономного путешествия какие-нибудь технические неисправности тебя вообще нет вообще ничего не происходило понятно что уже наверное новая цепь подрастеновус надо сейчас подрегулировать но это это происходит с любым мотоциклом абсолютно ничего не ломалось нового естественно я раз приложился чуть-чуть удачи насчет приложился ничего не поцарапал сумочку мягкую сумку на дугах мог мелкую дырку сделал больше вообще ничего надо сказать что у меня мягкие сумки московские дорогущие но довольно клёвые и вот например заднюю часть они прекрасно защищают лучше любит дух уж не гнуться можно валять пальчиками и еще вопрос а как он едет по асфальту хорошо едет по асфальту хорошему по плохому вот у нас был вообще ковно там полная мне кажется это мод вот он все-таки асфальтовый он может съехать мы проехали с тобой с ребятами еще раз у меня очень большой опыт но по таким наверное средней сложности да и средней говняности грунтовка вот но мне кажется это больше асфальтовый мод он прекрасен для плохого асфальта как и гуси собственно на серпантинах возвращаясь к мысли которые мы уже обсудили мягковато и чуть-чуть длинноходно и надо бы подкрутить просто даже не хочется все время ну мы едем группе не хочется отставать если бы я ехал более расслабленном темпе я бы перед участками преднатяг и сжатие сделал пожёстче но при надях сжался но тем не менее пожёстче пожёстче я в одном дираже когда за тобой ехал я цепанул асфальтик он хорошо едет 21 колесо ну 850 на печенке 19 понятно я думал что я замечу разницы ни малейшими честно еще раз я не то что 21 колесо на самом деле замечают только особо продвинутые райдеры хотя интересно если слепой тест провести сложно конечно провести слепой тест на мотоцикле что вот так вот взять и слепую какое колесо 21 или 17 я думаю что большинство райдеров не заметит разницы вот но я точно не замечаю он понятно в городе страна очень много шпилек все понтином закрытых поворотов прекрасно нет претензий под зажать хочется но это это во первых можно сделать во вторых это не настолько критично вот он прям чудесно расскажи вообще о мотоцикле потому что я никакого представления не имею никогда не ездил на ложе ну как все обсуждают это платформа что называется средних гусей тире xr 800 750 850 900 xr вот это цель натянутая бмв я не знаю тянутая нет я думаю что такие не знаю думаю что они все-таки на такие штуки покупают лицензию этот завод лансин ланчин а уважает ланчин да это бренд лансина ланчина правильно произнести который собственно с какого года 18-19 который делает мотоцикле и бмв и делает благополучно поэтому я думаю что они купили лицензию и мотор там тоже двухцилиндровый ряд да там рядная двойка по-моему вот последнего поколения потому что предыдущие было именно вокруг 850 кубиков не помню сколько ночи это больше это ближе к 900 кубиком кто-то как на 90 на 900 xr вот тоже рама очевидно та же коробка мелочи все не подходят у меня естественно от гущёнка осталось много всякого вкусного автомаркета рычаги и лапки подножки к сожалению ничего не подходит все свое вот он напичкан электроникой достаточно современной у него соответственно есть угловой бэйс и трекшн настроек нет то есть есть только режим эндуро в котором выключается все и едешь как хочешь и дорожные режимы вот что еще у него у него хороший дисплей матовые не бликует на солнце большой и не знаю сколько дюймов опять же как у всех современных мотов читается легко читается легко конечно дизайн дело вкуса на мой взгляд чуть-чуть алиповат но читается легко обороты огромная такая дуга по всей верхней части экрана скорость большими цифрами что еще про регулировки я сказал у него есть ни разу не пользовался у него есть встроенный видеорегистратор вот у него в носу торчит камера которая естественно тут же на любой в любой дождик перестает видеть хоть что-нибудь под сидушка у него есть место под карточку памяти вот если будет а только вперед смотрит только вперед смотрит зато назад у него смотрят датчики слепых зон зеркалах и на которые стремно теперь ронять мотоцикл горят иголочки если в слепой зоне слева справа машина как как риск такой рис да как если будет русская терминология так на большинстве современных тачках мне кажется в европе чуть не безопасно теперь да он подходит для невысоких райдеров у него сидушка вроде бы 825 опять же миллиметры китайские это штука такая в общем достаточно низкая я вот нормально стою со своим высоким ростом я но на самом деле это все потому что выдавливать что-то еще там какое твое отношение к китайским мотоцикла мы не будем потому что нибудь не будет это не глубоко технический разбор мотоцикла может я чуть там вернусь питер там напишу вообще до сегодняшнего дня знал только что есть такая марка в уже ничего не знаю даже то что девятисотки стали выпускать не знал последнее что видел ну и пока идет реклама этой ядреной воши как мы прозвали этот мотоцикл во время нашего путешествия я бы хотел добавить я не знаю на сегодня стоит ли покупать китайские мотоциклы или не стоит покупать китайские мотоциклы у меня был заход в китайский эндуро и он абсолютно мне не понравился зато у меня есть два электрических велосипеда с урон китайских которые абсолютно удовлетворяют меня и моего сына и вот это ядреная вошь которую я увидел во время восьмидневного пробега по кавказу выглядит ну вполне себе мотоциклом но опять же это как китайские автомобили вроде ты смотришь автомобиль а садишься начинаешь там что-то нажимать рулить нет еще не совсем я не знаю какие тут подвески достаточно ли хорошо они настроены и вообще из каких материалов собранный мотоцикл да вроде бы мотор от бмв но мы знаем что ланчиновские моторы в бмв младших сериях далеко не самые лучшие по надежности поэтому я не знаю покупать такой мотоцикл или не покупать такой мотоцикл надо тут доставать как-то костю